Дорогие друзья, это лекция из нашего нового курса «Настоящий Репин». Послушать курс целиком можно по подписке в мобильном приложении «Радио Арзамас» и на сайте «Арзамас Академи». Там же вы найдете десятки других курсов. Кстати, подписку можно купить с 20% скидкой, если на странице arzamas.academy.com ввести промокод «Репин». Арзамас представляет курс Галины Ельшевской «Настоящий Репин». Лекция первая. Правда и интуиция Ильи Репина. В 2019 году в Третьковке состоялась большая на низкой этаже выставка Репина. И, судя по отзывам на нее, по отзывам в печати, по отзывам в социальных сетях, эта выставка для многих посетителей стала просто открытием художника. Что, казалось бы, на первый взгляд странно. Потому что именно этого художника в советское время пропагандировали так, как не пропагандировали просто никого. Его буквально действительно насаждали, как картошку. В любом школьном учебнике были репродукции его картин. И именно эти картины как бы все знали. Но выставка показала гораздо больше. Гораздо больше, намного. В советское время его насаждали. Но насаждали очень ограниченно. То есть лепили некоторые хрестоматийный его образ. Куда входили? Совсем немногие его картины. Их можно перечислить. Перечислить вот этот корпус. Это бурлаки. Это другие народные картины от крестного хода в Курской губернии до запорожцев, которые тоже могут считаться народной картиной. Это картины революционного цикла. Во всех случаях три из них. Арест пропагандиста, отказ от исповеди и неждалия. И некоторые портреты, которых тоже немного. Это портреты Мусоргского, портреты Пирогова, портреты Толстого, конечно, портреты Стасова. И, в общем, тоже довольно ограниченное количество. И вот в результате складывался такой культ сугубого реалиста или притечи соцреализма. Такого, в общем, почти революционера. Причем революционера даже не в творчестве, революционера в воззрениях. Каковым он, на самом деле, никак совершенно не был. И вообще такого действительно жупило для инаковидящих. Но, к слову сказать, при смене исторических приоритетов вот это публицистическое отношение к художнику, оно на самом деле не изменилось. Просто потом на щит стали поднимать другого Репина, а именно его картину «Большевики» или по-другому она называется «Красноармеец, отбирающий хлеб у ребенка». Между тем, и какая однозначная характеристика, которая действительно делает из художника такой жупел, она здесь невозможна хотя бы потому, что художник долго жил. Он прожил 86 лет. В молодости, ну, например, он писал портрет Тургенева, а где-то уже к концу века он рисовал символистов. Он рисовал Мережковского, Зинаиду Гиппиус, Владимира Славьева. А под конец жизни он рисовал футуристов. И у него есть рисунки, портретные рисунки Маяковского, Василия Каменского, Виктора Шковского. То есть даже вот этот вот перечень, да, он как бы дает представление о протяженности той истории, каково он оказался и активным свидетелем, и отчасти летописцем, и отчасти хроникером. Вот это тоже довольно важно. И важно то, что его наследие, вообще говоря, огромное. Тут еще существенно, что он был трудоголиком. Он действительно был абсолютным трудоголиком. Часто повторял, ну, скажем так, не без кокетства, конечно, повторял, что не считает себя талантливым, а берет исключительно трудом. Да, у него много таких рассуждений, таких признаний в письмах. И вот этот трудоголизм, вот эта способность к работе, скажем так, даже когда у него отнялась правая рука, он научился работать левой, то есть он обнаружил в себе амбидекстра. Да, и, собственно, когда у него уже не было сил держать палитру, он придумал ей лямки. У него даже есть такие автопортреты, собственно, их два, с палитрой на поясе. Такой немножко образ бурлака, пожизненно впряженного в барку живописной работы. Конечно, в этом перманентном производстве понятно, что там бывало разное. То есть Репин неровный художник, и в его живописи случались оглушительные провалы, скажем так, в графике никогда. И тут, наверное, можно напомнить его биографию. Ну, годы жизни, 1844-1930. Он уроженец Чугуева, Харьковской губернии. Он окончил Академию художеств, потом в ней же преподавал. В 1905 году не очень надолго вышел из её состава в знак протеста против кровавого воскресенья, но довольно быстро вернулся обратно. И в 1903 году он поселился в своём имении Пенаты. А в 1918 году Пенаты вместе с посёлком Коколо, где усадьба находилась, оказались на территории Финляндии. И больше Репин в Россию не вернулся, хотя его очень уговаривали, хотя к нему подсылали эмиссаров, он отговаривался старостью, немощью, хотя на самом деле причины, конечно, были более такими сложными. И самое главное в этой биографии – это тот фон, на котором Репина принято, и, в общем, понятно, почему принято рассматривать. Это фон передвижнической эстетики. И вот действительно он в 1878 году вступил в Товарищество подвижных художественных выставок, тогда они назывались так, ещё не передвижные, а подвижные, то есть он стал членом этой корпорации. Собственно, само Товарищество, оно организовалось, понятно, раньше, и Репин его не основал. И, конечно, при том, что в кругу передвижников он был, конечно, звездой, но дважды он оттуда гневно уходил. В 1887 и в 1891, а потом вступал обратно. То есть он был и звездой, и лидером этого направления, но он же был, в общем, его возмутителем спокойствия. Он был его, в некотором смысле, анфантриблем, от которого было непонятно, чего ждать. Он был такой флюктуирующей величиной. И своих товарищей, в частности, критика Стасова, который был его другом, который был его ментором, он часто огорчал, и дело даже доходило до длительных разрывов. И вообще вот эта страсть к разрывам, эта практика ухода в возвращении, это своего рода ключ к бытовому поведению Репина. И можно было бы об этом не упоминать и вообще как бы бытового его поведения не касаться, если бы вот эта прославленная его импульсивность не сказывалась на творчестве, но она сказывалась. Она действительно сказывалась. И вот когда в 80-е годы он полемически утверждал, вот тут у нас сейчас будет цитата, «Всеми моими ничтожными силёнками я стремлюсь олицетворить мои идеи в правде, окружающая жизнь меня слишком волнует, действительность слишком возмутительна, чтобы со спокойной совестью вышивать узоры», то вот эта передвижническая программа, вот которую он здесь формулирует, с приоритетом идей в правде, она им самим уже тогда не вполне, скажем так, исполнялась. Ну, например, тогда же у него начинается интерес к религиозным композициям, которые никак вот к этой программе уже не относятся. То есть у него всё время то жизнеограниченная идея просилась на холст, то какие-то другие идеи, которые шли вовсе не от возмутительной действительности, вот которая была в его... Цитатике его вдохновляли. То есть был какой-то личный романтизм, который не мог удовольствоваться только житейскими сюжетами, лишь непосредственно актуальным. Кстати, бытовой жанр, который для передвижников, для передвижнической программы был главным жанром, его никогда не привлекал. У него практически нет в прямую бытовых картин, мы потом об этом поговорим. Его вообще тянуло не к быту, его тянуло к событиям, к событиям и даже к аффектам, да, скажем так. Тем не менее, он достиг славы именно в эпоху господства вот этих самых житейских сюжетов. Но, опять же, повторяю, он жил долго. Он жил долго, и он был восприимчив. И за время этой его долгой жизни менялись художественные формации, менялись эстетические нормы, менялись вообще понятия о том, что такое искусство и чем оно должно заниматься. И надо сказать, что он на эти перемены реагировал. Ну, например, в конце 90-х годов, ему уже за 50, то есть он уже зрелый человек и зрелый художник, он сближается с людьми из новой художнической генерации, с теми, кто будет издавать журнал «Мир искусства», с Бенуа, с Дягилевым. И поначалу они собираются издавать этот журнал вместе. И в первом номере журнала он таки участвует. Потом они, конечно, раздружатся. Потом они раздружатся. Конечно, он не простит им нападок на художников его поколения. Но пока что вот такой вот поворот в эту сторону Стасова и других приводит просто в полный ужас. При этом вот замечательную цитату я хотел бы привести, как Репин, обосновывая свои новые приоритеты, обосновывая вот эту свою сегодняшнюю позицию, как он употребляет слово «декаденство», которое уже имеет отрицательную коннотацию, но он это слово употребляет как технический термин, как бы ничего этого отрицательного не замечая. И вот цитата тут такая. «Всякое новое направление в искусстве имеет в своей сути нечто вечное и своими лучшими произведениями вносит в сферу искусства освежающие мотивы. Все роды искусства имеют своих поклонников, своих потребителей. Борьба против них, по-моему, и незаконна, и бесполезна. Декаденство, по-моему, находится еще только в зачаточном состоянии, по крайней мере, у нас в России, и нельзя не пожелать ему развиваться». Естественно, под «декаденством» он имеет в виду мир искусников, и, собственно, их и называли декадентами, но как бы в речи тех, кто их так называл, декаденство звучало крайне ругательно, а у Репина совсем нет. Более того, даже когда он уже вот с этими декадентами, с этими мироискусниками рассорился, он восторженно принял выход журнала. И опять же, Стасов, будучи совершенно оскорбленным, писал, что же после этого значит все его отречения, печатные от декаденства и декадентов. Все вранье и притворство. Существенно, что такая, мягко говоря, непоследовательность в оценках репинскими современниками часто интерпретировалась еще и как творческая всеядность, и тоже в этом смысле не одобрялась. Но при этом он сам против этого не возражал. И вот тут я хочу привести еще одну цитату из письма. Вот она. «В художественном журнале, пишет Репин, меня охарактеризовали как ремесленника живописи, которому решительно все равно, чтобы не писать, лишь бы писать. Никакой последовательности, никакой определенной цели деятельности, все случайно и, конечно, поверхностно. Что делать? Может быть, судей правы, но от себя не уйдешь. Я люблю разнообразие». Высказано это с некоторой легкомысленной и даже слегка хрестаковской интонацией, но при этом вполне определенная. И вот эту любовь к разнообразию, ее в сущности можно трактовать по-разному. Ну, во-первых, заметим, что Репин отметился буквально во всех жанрах, кроме, как уже говорилось, собственно, бытового, который у него представлен слабо. Но тут и портрет, и историческая композиция, и народовольческая серия, которая, в общем, находится между жанрами, и религиозная живопись, и даже пейзажи, которых у него мало, но он их писал, особенно в 70-е годы, особенно гостя в Абрамцево, были такие летние пейзажи, вообще все его пейзажи летние, очень соответствовали его такому раскаленному темпераменту. Хорошо, вот, допустим, все жанры. Но вот еще посмотрим на это с другой стороны. В первые послереволюционные годы нарком просвещения Луна Ачьярский выступал с лекцией, которая называлась «Репин как социолог». И на самом деле на материале репинской живописи как бы легко выстраивается история страны в картинках, потому что здесь буквально все. Это и народничество, и терроризм, и толстовство. Одних портретов Толстого 12 живописных, 25 графических, 3 скульптурных. Это русско-турецкая война, на которую отозвался. Это две-три революции, на которые тоже отозвался. Это портреты, портреты всех, от крестьян до зановников, до царя и его семейства. То есть все типы, все сословия, все идеологические движения, все проклятые вопросы. Как бы тематика, если смотреть с этой стороны, она у него просто необъятна. И вот в этой необъятности он тоже одинок, потому что его товарищи по передвиженческому движению, с кем его принято соотносить, они столь разнообразны не были никто. Обычно все-таки там каждый, что называется, обрабатывал свою делянку. И совсем любопытно, посмотреть на это разнообразие на фоне той самой передвижнической эстетики, которой он как бы желал принадлежать и отчасти принадлежал. Это эстетика, она же в общем этика. В данном случае это очень близкие понятия, это очень близкие программы. И она, разумеется, сложилась до образования товарищества. Она сложилась еще в 60-е годы. И если ее так в двух словах определять, то здесь главное что? Что эта эстетика, опять же, повторяю, она же этика, предписывала искусству единственную цель – говорить правду о неправильно устроенной жизни, вдохновляться только этой жизнью, отставив любые заботы о конструировании картины, о композиционном конструировании, о пластическом языке. Это как бы уже дело второе. Главное – говорить вот эту правду. эта программа, она все время оказывалась Репину как бы тесна. У него, во-первых, как уже говорили, нет бытового жанра, который являлся для передвижников главным. У него практически нет никаких предписанных скорбных интонаций по поводу вот этой самой неправильно устроенной жизни. И хотя действительно он воплотил всю тематическую программу поколения, вот это так, но многое выходило за ее пределы. Выходило что-то своевольное, что-то неуправляемое, то есть какие-то личные свойства темперамента не позволяли Репину вполне укорениться в эстетике, чьи положения он теоретически, полагая себя прогрессивным художником, разделял безусловно. Тем не менее, его выход на художественную сцену в начале 70-х годов, выход картины «Бурлаки на Волге», именно прогрессивной общественностью был принят восторженный из Бурлаков и начинаются его слова. Тем не менее, эти восторги как бы подразумевали, что молодой художник уже нашел свою тему, нашел свою стезю. И вот критик Стасов уверен, что он дальше цитата «оставил последние помыслы о чем-нибудь идеальном в искусстве и окунулся с головой во всю глубину народной жизни, народных интересов». Впрочем, не все уверены, что он навсегда оставил помыслы об идеальном. Ярко выступив с Бурлаками, Репин в 1873 году отправляется в заграничную поездку, в заграничное пенсионерство, которое ему положено как блестяще окончившему курс академии. И вот он живет и работает в Париже. И тут его старшие товарищи начинают опасаться за его будущее. И вот Крамской, которого Репин, между прочим, считал своим учителем, хотя он только недолго ходил в рисовальную школу, возглавляемую Карамским. И вот Карамской возмущен картиной «Парижское кафе». Причем он картину не видел, он только о ней слышал. Но его возмущает уже сам мотив. И он предлагает Репину отринуть парижские соблазны и изображать далее цитата «тяжелый, крепкий и почти дикий организм, а уж никак не кокоток». На что Репин вполне резонно отвечает, опять цитата, «никогда, насколько мне помнится, я не давал клятву писать только дикие организмы». То есть такой дидактический, насильственно закрепляемый имидж выглядит для него все-таки как прокрустого ложа. Он даже пытается объяснять, что его, дальше цитата, «нисколько не занимал вопрос быта и социального строя договоров бурлаков с хозяевами, но общественность видела то, что хотела видеть, видела она обличение и гражданскую скорбь». При этом любопытно, что выставлена картина Бурлакина, а Волгия была вовсе не на передвижнической выставке, она была выставлена в Академию художеств, и, собственно, ее практически заказал великий князь Владимир Александрович, потому что так вышло, что Репин смог показать ему эскизы. И тот одобрил какие-то из эскизов, повелел продолжать, обещал купить и купил. И повесил у себя в бильярдной, а напротив была другая картина Репина, написанная им в Париже «Садков». Сама тема не была репинским открытием. И когда Стасов утверждал, что, цитата, подобного сюжета никто еще не смел брать у нас, он явно горячился, потому что на сюжете отметились и Саврасовы, и Василий Верещагин, и еще многие. И вот здесь интересно хотя бы два слова сказать про работу над картиной, потому что это была длинная работа. Вообще, Репин всегда подолгу работал над своими картинами, он к ним возвращался, он их дописывал, он их переписывал, он состоял ремейки, об этом мы потом подробно еще поговорим. И в данном случае сперва он хотел изобразить параллельно бурлатской тяге променад чистой публики по набережной, чтобы было некоторое наглядное противопоставление, такое в духе 60-х годов. Но его друг, пейзажист Федор Васильев, ему это отсоветовал. Следующей была мысль о бурлаках, идущих вброд. И там эти бурлаки были представлены идущими на нас, на зрителя, по воде, и все бы было неплохо, но старший товарищ Репина Иван Шишкин, знаток леса, расклесковал бревна, которые, по его мнению, не соответствовали строгой натуре. Цитата, не сосновые, не еловые, а какие-то стоеросовые. И только после этого появилась та композиция, которую мы все помним. Вот эта композиция из учебников. Давайте просто попробуем осознать ее новшество. А она была вполне новой. То есть, вот в бурлаках, идущих вброд, эти бурлаки шли на нас, и мы видели, собственно говоря, крупным планом только тех, кто впереди. А остальные были сзади. Теперь Репин развертывает эту композицию по горизонтали. Внутри вот этого высохшего, иссохшего пейзажа. Пейзажа без ориентиров, без координат. И вот этот монотонный пейзаж, никакой, он соответствует монотонному труду этих людей, как хорошо сказал Стасов и хвалове службы. И в этом экспонировании исчезает, вероятно, жанровый привкус, потому что исчезает само действие. Перед нами скорее групповой портрет, а также исчезает и какой-либо авторский вывод. Вот что хотел сказать автор? Ведь этот вопрос для переднейшинской эстетики не лишний, а ничего. Он ничего не хотел сказать, он хотел показать. Вот народ, состоящий из разных людей. У каждого из этих людей есть довольно внятная сольная партия. Эти сольные партии, они, в общем, прописаны в книге Репина «Далёкая и близкая», о которой я сейчас скажу подробнее. Но здесь, в картине, они подчинены какому-то эпическому началу. Вот по поводу книги «Далёкая и близкая», которую я очень-очень рекомендую, книга совершенно великая, вообще Репину в слове было дано не меньше, я полагаю, чем ему было дано в живописи. Есть мнение, что она так хороша, благодаря редакторе Чуковского, мне это не кажется убедительным, потому что Чуковский не редактировал Репинские письма, а они написаны ровно тем же языком. И вот в этой книге все герои, точнее, не все основные герои Бурлаков на Волге, они названы, они охарактеризованы. И вот Достоевский в дневнике писатель очень точно про них заметил, цитата, «Ни один из них не кричит с картины зрителю, посмотри, как я несчастен и до какой степени ты задолжал народу». Надо сказать, что и в дальнейших своих так называемых народных картинах Репин будет избегать оценок. Что, например, Толстого очень раздражало. Толстой считал это равнодушием, и вот его высказывание по поводу картины «Крестный ход» в Курской губернии, цитата, «Все было превосходно написано, но не было видно никакого отношения художника к своему предмету». И Толстой спрашивал у Репина, что тот хотел сказать, на что Репин кротко отвечал, «Я изображал жизнь». Вот у него всегда была вот эта глобальная природовидение, такое в самом хорошем смысле тотально неразборчивое чувство бытия. То есть, когда видишь все, когда видишь больше, чем можешь осмыслить, больше, чем готов заключить формулу, скажем так. из брелоков начинается ряд хоровых картин Репина, то есть, картин, в которых нет одного героя, а герои там толпа, народ, коллектив. Можно сказать, что он этот бессобытийный жанр по существу открывает, и именно с его подачи жанр обретает популярность. Вообще, коллективным героем таких картин может оказаться не только, собственно, народ, как в крестном ходе в Курской губернии, как в поздней версии крестного хода, который называется «Явленная икона». Мы об этом еще поговорим, но могут оказаться совсем другие люди. Например, высшие сановники в торжественном заседании Государственного Совета или русская интеллигенция, которая реагирует на царский манифест о даровании свобод. Это картина манифестации 17 октября 1905 года, и о ней мы еще обязательно поговорим. Но вот сперва все-таки по поводу народа. Репин, который сложился как художник в 60-е, 70-е годы. И он глубоко воспринял весь тогдашний комплекс отношения к народу. А это довольно сложный комплекс, потому что это и мотивы вечной вины. Этот комплекс включает и интеллигентность снисходительности, и абсолютно тотального непонимания, и при этом непонимания обожествления, осознанного гражданского долга. Вот это все вместе. И вот в книге далеко и близко рассказано, как в 70-м году Репин с товарищами выезжает на Волгу, где он пишет крестьян. Собственно, тех самых бурлаков часть из них войдут потом в картину. И эти крестьяне, они от него бегают, потому что они боятся в кавычках списываться. Считается, что так художник, и это написано у Репина, души пригоняет к антихристу. И вообще то, что он пишет об отношениях с крестьянами, это история в общем абсолютной чужтости, это история страха. Его хождение в народ, это как хождение по минному полю. Он их боится. И сюжеты там потрясающие. Там, например, про то, как художники моются в реке, и крестьяне собираются толпой на это посмотреть и это осмеять, потому что они не понимают зачем, да еще и с мылом. И есть совсем страшная история. Репину сообщают весть, оказавшуюся ложной, что его товарищи на лодке попали под колесо парохода. Цитата. И все веселые, добрые, смеющиеся лица как будто поздравляют нас с обновками, повторяются смешком. Да, потонули, потонули. Он, повторяю, их боится, он их не понимает, и при этом он чувствует свою вину за это непонимание, он знает, что он обязан, как прогрессист, как прогрессивный художник, любить, обожествлять и так далее. Но любовь, она приходит, и она приходит только тогда, когда он их же и рисует. И цитата. Весь мир забыт. Ничего не нужно художнику, кроме этих живых форм. Своего рода такая психотерапия. То есть воплотить, значит, вытеснить лишнее из сознания, избавиться от страха, составить свой народ, уже из преображенных, собственной кистью преображенных лиц. И вот он пишет про Канина, про вожака вот этой бурлатской ватаги Канин-поп Растрига, который ему представляется то проданным в рабство античным философам, то святым на искусе. И тут же он говорит, что он казался мне величайшей загадкой. И тут же говорит, я до страсти влюбляюсь во всякую черту его характера и во всякий оттенок его кожи и пасконной рубахи. И вот это подход живописца. Современники вообще очень часто характеризовали Репина, так сказать, на отрицании таким вот апофатическим образом. То есть не поэт, не мыслитель, ну, отчасти, в общем, так и есть, хотя об этом я потом поговорю подробнее, так да не совсем так. Но тем не менее, правда в том, что чутье живописца, оно ему действительно заменяло аналитические процедуры. И любопытно, как вот это живописное чутье переиначивало гражданские порывы. Как иногда хотелось сказать одно, а получалось совершенно другое. И вот здесь я предлагаю посмотреть на картину «Манифестация» 17 октября 1905 года. Это не из самых знаменитых репинских картин и точно не из лучших репинских картин, но все-таки советую, эта картина очень-очень интересная. Вот манифест о даровании гражданских свобод и об учреждении российского парламента, то есть Государственной Думы, он был принят в 1905 году. Репин написал картину в 1907, а вернулся к ней, я уже говорила, что он любил возвращаться, дописывать, переписывать, вернулся в 1911. И вот несмотря на такой длительный процесс работы, у меня есть какое-то ощущение первоотклика. Причем это большая картина, но она абсолютно эскизная, она написана такой бравурной кистью, широким мазком. И вот среди персонажей, тех, кого можно разглядеть, там не всех можно разглядеть, об этом я тоже скажу, среди персонажей, охваченных экстазом по поводу дарования свобод, очень много репинских друзей и знакомых. Там, например, есть филолог, профессор Мстислав Прахов, на самом деле он к тому моменту давно уже умер, но репин его в картину поставил. Там есть библиограф Венгеров, там есть актриса Лидия Егорская, есть Стаса, вон в центре, он почти не прописан, такая скорбная и несколько привиденческая фигура. И у всех вот это молитвенное выражение глаз, экспрессия жестов. И какая-то есть во всем этом абсолютно воспаленная неслаженность и колорит здесь пестрый. И вот эта композиционная теснота грозит давкой, и вот отцвет истерического безумия, такой болезненной уже иступленности. Ну, вполне возможно, что автор уже не в лучшей паре, ему уже довольно много лет, просто не смог перевести в картинную форму свой восторг. Интересно тут вот что. Интересно, как на картину откликались. Ну, откликались на нее, понятно, по-разному. В основном отклики были, мягко говоря, сдержанные, но был и апологетический очерк. Этот очерк принадлежал Василию Васильевичу Розанову, литератору, философу, вообще очень важной фигуре этого времени и, надо сказать, фигуре нерепинского круга, нерепинской страты. Вот Розанов написал, что Репин гений, потому что, дальше цитата, нарисовал масленицу русской революции, карнавал ее полной безумия, цветов и блаженства. Дальше Розанов абсолютно вольно сочиняет биографию всем героям. И это совершенно блестящая литература, только она к картине не имеет отношения, потому что она иллюстрирует любимую розановскую мысль, уже совершенно не блестящую, а глупые и хитрые роли евреев в русской революции, почему-то воплощением иудейского духа. Он здесь назначает Мстислава Прахова, вот его фигура она слева там на левом фланге. Но вот в чем Розанов был очень прав, что он сопоставляет вот эту манифестацию, рассматривает ее в паре с торжественным заседанием Государственного Совета. И цитата, как русская история становится понятна в этом сопоставлении. Но вот там, в этом торжественном заседании Государственного Совета, Лепин был, во-первых, сдержан сроками, ему поставили очень короткий срок, а это ему всегда шло на пользу. Во-вторых, он был связан необходимостью именно такой красочной гаммы, вот это красно-золотое пространство власти и силы. И поэтому у него, вот то, что у него было в портретных эскизах, стоит посмотреть на эти эскизы, на эти этюды, особенно на этюд Победоносцева с таким мертвым, стерным лицом, и все это оказалось нивелировано вот в этой единой живописной идее картины, картина огромная. А вот в манифестации этой живописной идеи нету. Ее просто нет и как бы нет, повторю, единого для всех пространства. Там плотная фактура, она то и дело срывается в какой-то бестелесный подмалевок. Вот фигура Стасова как раз оказывается вот в этом подмалевке, почему я говорю, привиденческая фигура его, почти что нет. И этюдность, она не выдерживает большой формы. Это же большая картина, где-то примерно по горизонтали три с лишним метра. То есть она действительно велика. Но вот странным образом эти приметы упадка, мы говорим, да, это приметы упадка, но они оказываются как бы концептуально оправданы. Эта актуальная история еще не состоялась как история. И вот этот пафос настоящего нашел себе жестовую адекватность. Это возбужденные люди, написанные абсолютно возбужденной кистью, такими кистевыми ударами. И вот об этом пафосе настоящего я потом еще поговорю, когда речь пойдет о репине историческом живописце, когда речь пойдет о репине живописца, той актуальной истории, на которую он глядит со стороны, то есть о революционном цикле. А сейчас все-таки хотелось бы сказать несколько слов о позднем его творчестве, которое мало кому известно, потому что оно не входит в канон, оно по умолчанию считается незаслужившим внимания и, в общем, мне кажется, что это не вполне справедливо. Хотя трудно отрицать, что в этом творчестве бывали срывы. Срывы в откровенную безвкусицу, да, бывали. В неожиданные эксперименты, вроде живописи на линолеуме, ну вот, например, поздняя картина Гопак, написана на линолеуме. А вообще попытки вот в этом позднем творчестве как бы реанимировать былую цельность видения и миропонимания, но в том же Гопаке, в Черноморской Вольнице они успешны не были. Но как раз из-за потери цельности, о которой я буду сейчас говорить подробно, Репин нечаянно выходил к экспрессионистскому языку, сам его, в общем, видимо, в языковом качестве никак не опознавая. Некогда плотная связь бытия, да, она прервалась, и в прорехе полезла какая-то субстанция, которая пока не может быть названа, которая не связана ни с чем натурно материальным, которую нельзя рассказать. Она выглядит, она выражает точнее какую-то прямую жестовую эмоциональность. И вот, чтобы это стало ясным, я бы хотела вспомнить еще одну работу Репина, позднюю, которую тоже, к сожалению, мало кто видел, но ее легко найти. Это совсем маленькая, в отличие от большой манифестации, это совсем маленькая акварель. Называется она «Истязание Христа». С 80-х годов Репин довольно активно занимается религиозной живописью, она ему интересна. Рассматривать ее отдельно мы не будем, но я просто хотела бы зафиксировать этот момент и интересы. И вот маленькая акварель «Истязание Христа», она очень в этом смысле показательна. Надо назвать ее даты, конечно. Начата она в 1883, а закончена в 1916-м. Маленькая акварель. Но для Репина такие вот разрывы, это совершенно нормально. И в этой маленькой вещи как бы сходятся две эпохи. Христос здесь похож на всех ангелов модерна сразу. Вот бесовская пляска вокруг, она напоминает какие-то самые черные экспрессионические ужасы. Первосвященник такой в пурпуре. Он явно вышел из религиозной живописи Николая Ге абсолютно оттуда. Такая крадущаяся фигура Иуды в черном и с мешочком сребряников, она, в общем, вносит в этот сюжет некоторую талику передвиженческой разумности. И, с одной стороны, вот этот комизм деталей, как бы нарративных деталей, деталей, которые должны рассказать. А с другой стороны, запредельный свет, какой-то протуберанец световой летит вот на эту сцену разворачивающейся мистерия. И ощущение такого хаоса, такой взвинченной живописной ткани взбунтовавшихся стихий могильной тьмы. И все это выводит композицию в сверхреальное измерение и сообщает ей какую-то экзистенциальную, человеческую и очень экспрессионистски форсированную пронзительность. И то же самое и его поздний Голгофе. Вообще, Голгоф у него три. Я говорю о той, у которой даты 1922-1925. Она сейчас находится в музее Принстонского университета. И там такой уже совсем апокалиптический провал пространства и абсолютно живописное ощущение конца времен. И стало быть конца живописи тоже. И вот здесь надо сказать вот что. Вот то стремление к правде, о котором мы уже говорили, и на котором Репин как художник формировался. Оно было абсолютно конкретным в 70-е годы, когда эта правда в общем мыслилась правдой факта. Оно приобрело оттенок поиска последней истины в 80-е, когда русская история двигалась, скажем так, эксцессами. Имеется в виду цареубийство, казнь народовольцев, терроризм и так далее. И оно же потом как-то обескураженно застопорилось в разрыве между хроникюрством и попытками запечатлеть вот ту неуловимую субстанцию времени, которая уже на холст прямую не ложилась, потому что ее нельзя было сформулировать, ее нельзя было назвать. Но с самого начала тут присутствовало еще некоторое частное, скажем так, нестроение. С одной стороны, такой конфликт художничества долга, понимаемого, конечно, как долг гражданский, отзываться, резонировать. И с собственными романтическими амбициями, потому что они у Репина были. Несмотря на все его речи про отсутствие таланта, он себе цену знал. И знал, что рядом в общем поставить почти, что и некого. И еще один конфликт личного артистизма. Про этот артистизм я поговорю, когда мы будем говорить о портретах, с предписанным послушничеством у натуры. И вот все это вместе, да, вот все эти конфликты, все это порождало, особенно в позднем творчестве, иногда вот в таких риторических высказываниях, в общем, некоторой петушиной фальцет. Эти конфликты личного, артистического с тем, что положено, они порождали в общем некоторый сбой, программы чисто вкусовой сбой. И вот по поводу позднего творчества, Репин ведь тогда совсем не хотел быть человеком прошлого, он не хотел коснеть в защите позиции ушедшей эстетики, но его внутренняя причастность этой эстетики этим позициям, она в общем могла отозваться непредсказуемым образом, чем-то сродни некрозу ткани. И тем не менее, вот все-таки повторим, ведь на все это можно поглядеть с какой-то иной точки зрения, увидеть это в ином ракурсе. Вот упадок мастерства, но ведь одновременно интуитивный выход в иную, более соответствующую времени образно-пластическую систему, уже не оперирующую категориями мастерства. Изменность себе прежнему, об этом ему говорили, но он живой человек, а живому человеку в общем свойственно меняться. Потеря цельности, но опять же, это уже не было временем каких-то цельных мировоззренческих концепций. И если вот этот прежний внятный мир утрачен, то частности лезут на вакантное место, желая эту целостность заменить. И это относится к крепинскому искусству так же, как к его бытовому поведению, к его эксцентричности, к его чудачествам, так сильно артикулированным в старости. Но при этом он продолжает прислушиваться, выглядываться, реагировать. Вот это он делает до конца. И реагирует в том числе на совсем чужое, как уже говорилось. И вот, несмотря на всю вот эту непоследовательность, Репин однажды в письме Стасову высказал некоторое кредо. Ну, это было ответом. Цитата. «Я под своим собственным влиянием уже давно». И вот, несмотря на его способность высказываться порой самым противоречивым и взаимоисключающим образом, это следует принять во внимание. И все-таки давайте мы снова вернемся к этой репинской выставке 2019 года. И теперь уже можно четко сказать, что она оттого и была открытием, что Репина невозможно свести к одному знаменателю, что он был разным художником, и выставка это вполне продемонстрировала. В следующей лекции правда ли, что люди умирали после того, как Репин писал их портреты, и было ли в этих слухах зерно истины? Напоминаем вам, что курс целиком можно послушать по подписке в приложении «Радио Арзамас» и на сайте «Арзамас Академи». Если воспользоваться промогодом «Репин» на странице «Арзамас.академи» слэш промо, вы можете оформить подписку с 20% скидкой.